Эй, я Рома, это Sims. Запускайте заставку. Да, она все еще в разработке, поэтому... Представляете, насколько большая была пауза, если... Вот вспомните, когда вышел видос со свадьбой. О, Саммер все еще мудлет по этой свадьбе. Так, белье. А, гуляет с собакой. Мне кажется, Джейк не слишком доволен. Я не знаю, как гуляют довольны собаке, честное слово. Немалейшего представления. У меня кот. Вот. Они всегда довольны. Неплохо, Саммер. А, и главное, сама это есть не стала. Потрясающий человек. Просто лучший в этой семье. Долго спать не будем. 4 часа пора подниматься, потому что я напоминаю, домашка у нас не сделана. А это не очень хорошо. Нам надо делать домашку, потому что мы допрокачиваем вот эти вот достоинства характера и праздную. Давайте, знаете, вы, я думаю, насмотрелись на то, как я качаю Аню. И да, конечно, можно тянуть время и все такое. Минуты просмотра и вот это все. Но это неинтересно. Поэтому я, я перемотаю. А, ладно, что я рассказываю. Просто, короче, перематываем и смотрим, как у Ани повышается контроль над эмоциями. Слушайте, я прям не знаю, как она приобретает эту ясность ума. Но почему-то она выглядит так. Мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Мяу. Да, мяу. Так, раз уж мы до улучшаем ей черты характера. Кстати, любитель спорта, вот что нам очень нужно. Вы помните, как она была очень грязная, пока бегала? Вот. Это из-за того, что гигиена сильно понижается. Когда мы берем любитель спорта, я в одной серии говорил, не помню какой, даже подсказку не смогу прикрепить. Так бы было эффектно, типа, смотри здесь. Чпок. Вот это все. Там нет подсказки, это обманка. Там я говорил о том, что когда мы берем любитель спорта, как вы видите, уровень досуга у нас повышается. А гигиена не понижается. Офигенно. Так, проницательное тоже надо взять. И так, у нас дофига очков, я думаю. Пускай она... А, нет, эрудит. Вот что нам нужно. Да, пускай очень быстро качается. А, одиночество в радость. Вот что нам нужно бы было. Нет, давайте независимо ее сделаем. Невероятное дружелюбие. Нет, это через манеры мы прокачаем. И пускай она будет беззастенчивой. Да. Все эти очки, я напомню, мы копили... Вот помните, сколько мы прокачивали ее, как ребенка? Вот это именно для этого. Сейчас получается у нее прям очень хорошо все. Напомню, что мы не занимаемся семьей больше. Мы теперь играем за Аню в основном. Вы видели, так жарко, что требуется просто практически раздеть их всех. А иначе они умрут от жары. Теперь единственный способ, которым мы можем прокачивать эмоции, это через музыкальный инструмент. А, да, точно. Я же хотел перематать этот момент. Извините. Все, точно. Перематываем дальше. Смотрите, на каком мы сейчас этапе. Контроль над эмоциями уже довольно хорош. А, я знаю, что мы можем сделать. Воспитание восьмерочка. Воспитание тоже восьмерка. Ладно. Я прям не знаю, у кого из этих родителей спросить совета. У обоих восьмерка по воспитанию. Но у того, которому дискомфортно? Или у той, которая почему-то обдолбалась опять? Она постоянно пьет и принимает что-то. Ай-яй-яй. Вообще не пошляю. Не надо так. Эй, а где совет? Можно же было? Ну, типа, ты спрашиваешь совет. Появляется вот эта вот штуковина, которая влияет на характер. Жертвуем ответственностью, которая легко нарабатывается, или манерами. И улучшаем остальные. Не, нифига. Нету. Ну что ж, окей. Погнали играть на скрипке. Учиться. А, ей очень неудобно, она не хочет. Так, у нее истерика. Это, кстати, очень плохая черта. И видите, помните, я говорил о том, что... Да, понятно. Да? Хватит прокачиваться. Вы мешаете мне разговаривать. Из-за того, что у нас мод Slice of Life, у нас есть куча разных дополнительных мудлетов, которые в игру, по идее, не вписаны с самого начала. Поэтому набрать истерику и умереть от смеха здесь просто как нифиг делать становится. К сожалению. Так, погнали успокоимся. А то она реально так просто помрет от смеха и все. Это из-за вот этого. Люди пишут что-то на телефон и становятся причиной смерти. Класс. Супер. Смотрите, где мы немного застряли. Она не может на пробежке улучшать ясность ума и контроль над эмоциями, потому что там слишком жарко. Она просто умирает от жары. И мы пока еще не в том навыке, чтобы через клавиши, через скрипки, игрой точно так же научиться контролировать эмоции. Продолжим ее прокачивать. Тупо прокачка. Умел бы щелкать пальцами, щелкнул бы и продолжили с того места, где она уже прокаченная. Но просто перемотаем туда. Да, чего ты? Ага, ладно, да. Ну да, 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 да. Понимаю. Вообще прекрасно. Подождите, а Саммер спала весь день? Почему у нее бодрость такая? Все, блин. Управлять целой семьей уже просто не нравится. Надо скорее съезжать о ней. Так, ну и раз Саммер не хочет спать, отправим ее на прогулку с Жейком на долгую прогулку. И, кстати, опять эти мелкие забагованные штучки, видите, Лем всегда типа ест тыквенный суп. Прекращаем. Переходим на кого угодно. Возвращаемся. Все, бесконечный тыквенный суп. Все, контроль над эмоциями. Так выпуска назовем. Все сегодня про контроль над эмоциями. Почти все. А, нет, это фиговый праздник. Зачем? Типа делать кучу пакостей. Непонятно для чего. Один из тех дней, которые мне не очень нравятся в Симс. Самое прикольное, это что-то вроде дня навыка или, ну, те, которые дают реальные хорошие бонусы. Те, которые достаточно просто выполнить. А вот это все. Зачем портить персонажа? Да, Джека надо успокаивать. Он боится гроз. Видите, оранжевый, это значит, что он довольно напряжен сейчас. И, пес надрессирован. А зачем мы, кстати, и дрессировку улучшаем-то? Нужно качать навык, который позволяет нам учиться быстрее, спорить лучше. Вот это все университетское. Там он дебаты и научные исследования, по-моему, так называется. Надо купить книгу именно по этой науке. И через книгу пытаться прокачиваться. Вот, научные исследования и дебаты. Потому что я напоминаю, что мы вот-вот уже закончим развивать Аню. Подведем ее к взрослому персонажу, чтобы... Ну, как взрослому? Он здесь называется молодой персонаж. От 20 до 30 лет. И только молодой персонаж, к сожалению, а не подросток, может поступать в университет. Это вам была минутка Симса в ролике про Симс. А то разговоры и разговоры. В дождь. Но все-таки сначала чуть побегаем. Черта характера, а потом уже навык. Вот. Оно. Оно. Так. На любом инструменте, который найдет, петь. Ла-бла-бла. Да, как я когда-то давно говорил, и мы сейчас это вспомним. У подростков есть определенные стадии. А они сейчас громкие. Мне кажется, не так надо читать книги. Видите, получен навык научных исследований и дебатов. Новый навык, бла-бла-бла-бла-бла. Убедительные аргументы, факты, цифры и так далее. Можно воспользоваться хранилищем, чтобы развивать навык, новые взаимодействия и так далее. Это очень-очень важная вещь в университете. Потому как, если мы не прокачаем этот навык, то все, что мы будем успевать, это презентации, домашние задания, будет тратиться все время только на это. А мы ведь хотим сделать хотя бы более-менее зрелищную историю. Не, вообще, конечно, лучше более. Второй уровень. Книги теперь читаются гораздо быстрее. Только кажется, что это не касается... Хватит пытаться делать домашние задания, пока я говорю. Только кажется, что это не касается книг, которые прокачивают навык. Это касается только художественной литературы. Хватит отвлекаться столько. Да, действительно, довольно быстро. Бляньте. Да, окей. Сейчас она не читает. Читай. Вот. Вот эта скорость прокачки. Знаете, что сейчас произошло? У меня закончилось место на телефоне. Это вот то, о чем я говорил в предыдущем видео. Оборудование не решает и все такое. Но я сейчас, видимо, должен скоро заканчивать видос, потому что я поудалял что-то из более-менее не особо важного мне. Но у меня есть еще не так много места, поэтому... Исходники, чтобы вы понимали, я снимаю серии очень долго, и то, что вы видите 10 минут, это не 10 минут записи. Нужно очень много места. Нет, давайте все-таки докачаем эти научные исследования, хотя бы немного. О, она теперь делает домашки, видите, с небывалой скоростью. Может готовиться к дебатам, бла-бла, это все не очень интересно. Но мы готовимся к этой самой студенческой жизни. Это крайне важный навык для именно, как я говорил, студенческой поры в Sims. Ну и да, помните, как было в Железном Человеке, когда отец Тони Старка говорил... Я ограничен технологиями своего времени. Вот у меня такая еще беда. Память на телефоне закончилась, и я просто не могу долго продолжать эту серию, так что... Я просто ограничен технологиями своего времени. Но я это все сгружу, сделаю выпуск, удалю эти исходники, и мы будем делать следующую серию. Класс, теперь я могу делать только по одной серии, без возможности снимать что-либо на будущее. Вот это да. Технологии моего времени. Сами прекрасно понимаете. Если понравилось, лайкни, подпишись. Вот это все ты знаешь. Ждем следующую серию. Я тоже ее жду. Ждем вместе. Давайте, пока. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...